Всем привет! С вами Александр Македа Про и сейчас уже поздняя ночь и я хочу с вами немножко поговорить о бинарных опционах и непосредственно о брокерах. Ну поскольку сейчас уже суббота и уже практически час ночи, рынки закрыты, дороги сейчас не идут, хочу немножечко с вами окунуться в теорию, немножечко расскажу о своем опыте работы, расскажу о тех брокерах, с которыми я работал, которые мне понравились. Ну и как бы такое вот это будет введение и вы сможете сделать какие-то свои выводы и понять, нужно ли вам заниматься, работать с бинарными опционами или нет. Я уже записал один ролик по работе со стратегией практически стопроцентной, по которой можно заработать средства. Он как бы есть в моем канале и есть в плейлисте, посвященном бинарным опционам. Ну это как бы было так, все было очень быстро, было немножко времени и я сразу решил вам показать, как это работает, потому что сера горела в одном месте. Мы заработали деньги, стратегия сработала, я объяснил почему она сработала, куда нужно смотреть и что и как делать, какими инструментами пользоваться. Сейчас я немножечко расскажу вам о брокерах и о инструментах и о сайтах, с которыми можно работать, когда вы решили заняться бинарными опционами. Кроме того, что вы должны определиться с брокерами, с которыми будете работать, а это сделать довольно-таки сложно, потому что очень много отзывов и много всякой информации. Вы должны понимать, что есть еще кроме этого такие аналитические издания, дублирующие, по которым можно что-то проверить, что-то посмотреть, что-то подсмотреть, узнать какие-то новости. Поэтому я вот сейчас о них тоже расскажу, это очень важно и вы все поймете сами. В общем, ситуация такая. Я бинарными опционами начал заниматься около полугода назад. Я все это время посвятил тому, чтобы а. выбрать нормальных брокеров и б. тому, чтобы определиться для себя со стратегией, по которой я буду работать. Ну, что касается брокеров, понятное дело, что сначала все сводилось непосредственно к брокерам, потому что нужно было понять, с кем работать и каким терминалом привыкать, даже на дымосчете, каким терминалом привыкать, чтобы работать и понимать, с чем умеешь делать. Я перечитал очень много отзывов, я перелистал очень много сайтов, посмотрел, понятное дело, что каждый сайт, который сделан под отзывы, там куча всякой рекламы, куча всякого промоушена, каких-то отдельных определенных брокеров. И очень часто это были сайты, на которых была реклама и хорошие отзывы, видать, написаны, были куплены комментарии, наверное, в Q-коммент, там были отзывы о таких вообще брокерах, о которых никто не слышал. Либо это такие брокеры, которые при общении с реальными людьми, я знаю о том, что они там не платят, задерживают, не выводят средства, там кое-где пиарили IQ Option, какая замечательная там программа, терминал у них и все-все-все, хотя все знают о том, что IQ Option это еще та контора. Ну, как бы все советуют при выборе брокера обращать на все лицензии регулятора, но это такая вещь, практически у всех есть лицензии регулятора рынка. Я перечитал все, посмотрел и потом уже перешел к тому, что на практике начал работать непосредственно с терминалами отдельно взятых брокеров. Перепробовал очень много, я понял, что, допустим, бинарные опционы в таком вот работающий с длинным промежутком отрезком времени, ну, это как бы, наверное, не очень увлекательно. В какие-то моменты это, наверное, очень для здоровья, для нервов расшатывает и ждать месяц, день, там, неделю, как там, что там изменится, это одно. Я определился, что мне интересно работать с турбоопционами, это опционы, там, минута, 5, 10, 15, есть 30-секундный турбоопцион. Ну, то есть, это такое сумасшествие, вообще-то, как бросаться с обрыва вниз головой, 30-секундники. Ну, я понял для себя, что самый оптимальный вариант это 5-минутки, то есть, работа с 5-минутными свечами на 5-минутном графике. Это оказалось очень интересно, увлекательно, выброс адреналина, плюс заработанные деньги, которые потом выводились. Вот так вот. Ну, могу сразу сказать, что я определился с тремя брокерами, расставлю их, как бы, в таком вот порядке. Третье место для меня это LimpTrade, и терминал, и вывод средств, и все-все-все. Работал, выводил, зарабатывал, вопросов по Limp нет. Есть негативные отзывы, встречаются, но сейчас объясню, почему они встречаются. Второе место для меня это Binomo, и третье, это второе было место, и первое место для меня, это, естественно, это Finmax. Это очень мощная компания с очень мощной поддержкой, с консультационным центром, с вебинарами, с онлайн-торговлей в прямом эфире, когда ты смотришь, что делает человек, и можно повторить все эти действия, заработать. Но смысл заключается не только в этом, а чтобы научиться реально торговать и не бояться этого. Как бы здесь очень важный момент, психология. Очень страшно заходить в первые сделки, когда ты работаешь с деньгами, очень как бы боишься потерять эти средства. А теперь расскажу о людях, которые эти средства теряют. Очень много информации встречается о том, что бинарные опционы это казино, это электронные программы, бла-бла-бла, которые призваны и созданы для того, чтобы высосать у вас там кучу денег. Но на самом деле это полная фигня, товарищи. Казино это казино, ты там работаешь с какой-то слот машиной, с какой-то рулеткой, и понятное дело, что там пролетишь 100%. По бинарным опционам очень просто все отследить, какие были курсы, котировки, какая была цена валюты, продажи, в какой момент. Вот даже при помощи этого ресурса RoutradingView. То есть все, большинство, наверное, трейдеров, уважающих себя, они работают непосредственно с TradingView, потому что именно здесь есть графики, которые строятся. Это графики классные, удобные. Здесь есть куча инструментов, всякие натягиваются, набрасываются линии, сетки, ленты Боллинджера, сетка Фибоначчи. То есть то, что отсутствует в терминалах, либо если это в терминалах присутствует, то оно в каком-то таком мультяшном виде выполнено. Я не знаю, наверное, старались сделать это все красиво и классно. А по факту получилась полная фиговина. То есть TradingView это такой инструмент, сервис для профессионалов, скажем прямо, где можно воспользоваться инструментами, причем такими инструментами, которых нет ни в одном терминале. Вот сегодня были торги, и вот там, где красная стрелочка, вы видите, там это было, ну, мы работали с вами на понижение, это была красная свеча. Она отрисовалась действительно красная. Я пример работы показывал в терминале Бенома, и там мы заработали 86 долларов с одного захода. Просто в TradingView, если покупаешь Pro пакет, который очень дорогой, то показываются данные, как они говорят, без задержек. Здесь просто уже было 12 часов ночи, пятница, поэтому рынки закрылись, и вот такая вот свеча, она просто тупо подвисла. На самом деле закрылась красная свеча, очень большая красная свеча была. У нас перед этим зеленая свеча вот эта вот пробила Боллинджера, плюс она, кроме того, что пробила Боллинджера, она еще пробила вот точки входа здесь, которые были. И плюс еще Fibonacci 0.5, вот эта вот зеленая линия, она пробила, соответственно, я сделал вывод, что эта свеча будет красной. Она закрылась красной где-то вот в этом вот уровне, соответственно, стрелочка правильно красная. Это просто данные подвисшие паузы терминала TradingView, но в Binomo там действительно мы работали на дымосчете на моем, и заходили в сделку со 100 долларами, 86% была прибыль, то есть, соответственно, мы заработали 86 долларов. Я показывал в своем предыдущем ролике о том, как использовать стратегию VDAP FX Sniper, третью, которую я просто случайно нашел, начал по ней работать, и в принципе все получилось. Ну, я до этого перепробовал очень много стратегий, это были стратегии, которые предлагались брокерами, всякие различные инструменты, графики и все-все-все, но в результате, как обычно, хотелось как лучше, а получилось так, что сам нашел просто, сам начал этим заниматься, начал изучать, смотреть, и сам нашел то, что мне подошло. Теперь начнем с людей. Люди, значит, у нас, как обычно, как я сказал, жалуются о том, что это казино. Ребят, на самом деле это не казино, здесь можно зарабатывать деньги, просто для этого нужно иметь какой-то капитал, ну, я не знаю, хотя бы, наверное, 1000 долларов, и как положено входить в сделки там с 5% банком, 5% от общей суммы, которую вы имеете, и потом в случае, если сделка не сработала, если вы прогорели, то в следующую надо заходить по Мартингейлу. Опять же, Мартингейлу рознь, кто-то говорит, что нужно постоянно увеличивать следующую сделку в 2 раза, да херня это все, ничего там не надо увеличить в 2 раза, вы берите калькулятор, математику в школе все учили, вы исходите из того, какую прибыль вы получаете от сделки. Одно дело, когда вы получаете прибыль 60-70%, другое дело, когда вы получаете от сделки 80-90%. Вот берите, просто умножайте прошлую вашу потерянную сумму на 2, и смотрите, перекроете ли вы свои потери, и сколько вы получите прибыли. Из этого уже рассчитывайте, нужно ли вам умножаться на 2, либо на 2,5, вот и все, чтобы перекрыть и выйти с каким-то плюсом 5-10, там 20%, вот и все. Очень простая элементарная математика, и не нужно распылять средства, и не нужно каждый раз умножаться на 3, либо на 2,5, заходить в сделку. Здесь все очень просто считается. Люди, которые сливают свои бабки и потом плачут об этом, ну реально просто зашли с 5 долларами в одну сделку, сделка из них высосала все, они вытерли свои сопли и пошли дальше к жене под бачок, там под тепленький, на диванчик. Проще попивать пивко, чем зарабатывать и что-то узнавать новое, и чему-то учиться. На самом деле здесь нужно учиться, нужно читать. Я читал книгу по лентам Боллинджера, который сам сказал, что вы неправильно все равно их понимаете. Поэтому я вижу ленты Боллинджера по-своему, кто-то видит по-своему, я вижу MKW плюс границы ленты, кто-то видит просто тупо границы, но это уже дело каждого человека. Так вот, люди просто относятся к этому, как к казино, зашел, ляп-тяп-ляп, увидел, куда-то свеча растет, какое время, какое время экспирации, вообще, честно говоря, никого не интересует. Вот он решил просто, что следующая свеча будет красной, ему так показалось, ему понравилось, чтобы следующая свеча была красной, он зашел в сделку, раз, заработал там какие-то деньги, оп, все, класс, получилось. Там вторая, третья сделка выгорела, получилось, потом раз, начал сливаться, и все, начинается истерика, начинается паника. Ну, просто банально связано с тем, что отсутствуют какие-то знания у человека и все. Плюс можно попасть под каток новостей, вот для этого есть этот ресурс investing.com, здесь публикуются новости в инструментах, вот есть экономический календарь, и можно зайти и посмотреть, какие новости выходят в какое время. Это новости рынков, то есть, это, допустим, новости конкретно каких-то крупных организаций, которые непосредственно могут влиять на экономику страны. А от этого, соответственно, идет изменение курса валюты, он может колебаться, и, соответственно, рынок может на это реагировать по-разному. То есть, такая вот ситуация, сейчас мы посмотрим, какие вот вчера новости были, и вы сейчас вот все поймете. Я надеюсь, все работает, что рынки закрылись, может быть, какая-то там происходит у них перетрубация. Ну, вот, допустим, там написано новость, там 13.00, средняя волатильность, 2 БК, умеренная волатильность, 2 БК. То есть, как бы, кто-то принимает решение в это время работать на повышение, кто-то на понижение. Ну, в результате, я вам скажу так, можно пролететь по полной программе, поэтому, что я делаю, я просто избегаю вот этих вот новостей, и не работаю в это время, в которое выходит новость. Я стараюсь уходить от сделок где-то за 5-10 минут до новости, поскольку я работаю с 5-минутными свечами, и, соответственно, входить уже, там, через 10-15 минут, смотреть, когда устаканится рынок, когда перестанет лихорадить и прекратится паника, потому что бывают отрисовываются такие свечи, что мама дорогая, и после них рисуются зеленые, 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 9, 8, 12 свечей, ну, как бы, зачем рисковать, нужно просто посмотреть на ситуацию на рынке, определиться, все устаканилось, и все нормально. Вот, то есть, соответственно, продолжим о людях, о паникерах. И вот такие вот люди-паникеры, они начинают рассказывать, у них не было ни одного реального счета, они там не могут ничем это доказать, они не могут ничем объяснить, ну, то есть, вот такие вот голословные заявления, какие-то обвинения о том, что не платят деньги, а потом оказывается, что не платят, потому что человек просто не верифицировался, не предоставил копии документов, не сбросил по электронке для того, чтобы вывести свои деньги, не увидел какого-то сообщения в электронном ящике, и потом начинаются какие-то обвинения непонятные, и все. Ребят, надо ко всему подходить так очень серьезно. Если ты хочешь зарабатывать, пожалуйста, заходи, верифицируйся, вводи там свои кошельки, работай, без проблем выводи деньги, никто тебе об этом ничего не скажет. Если у тебя нет кошельков, ты зашел, а куда тебе в рельсу выводить деньги? Ну, как бы хватает идиотов, и дураков, тут уж ничего не попишешь, ничего не поделаешь. Люди, которые зарабатывают, они вводят нормальную сумму денег, чтобы попа чувствовала себя на мягком, тепленьком месте, чтобы в любой момент можно было перекрыться и отработать какие-то потери. То есть это все реально, это все. Я могу сказать от себя, что я проводил над собой эксперименты, после того, когда у меня уже появилась отработанная стратегия, я заходил с 15 долларами, у меня там были сделки 1, 2, 3, 5 долларов, и конец дня у меня заканчивался с 40 долларами. Естественно, потом я добавлял денег, вкидывал еще, работал, зарабатывал, вводил. То есть это не проблема все. Ну, когда человек заходит с 10 долларами, у него там два нажатия, как это русская рулетка, есть патрон в барабане, вот он крутит его, и по-любому он застрелится, если в барабане всего лишь два отверстия для патрона, и один по-любому будет заряжен. Естественно, очень простой вариант 100% застрелиться. Когда у тебя есть какая-то сумма денег, там 500 долларов, 1000, и ты работаешь там с 10 долларов, не гонишься там сразу заработать в первый же день, даже если с учетом того, что ты работал на демо-счете, то все будет классно, ты будешь зарабатывать деньги, и приносить жене, себе оставлять, и будет на жизнь хватать, и все. Многие люди работают по ночам, имея работу дневную. Есть люди, у которых все получается, они понимают, куда смотреть, они просто бросают работу и занимаются работать. Продолжают работать трейдерами, я знаю людей, которые вводят по 10, по 20, по 30 тысяч долларов средств и работают. Кроме того, что работают с турбо-опционами, развлекаются, так они еще работают по бинаркам, по месячным, по недельным, по двухнедельным, изучают рынок, им это нравится, они сидят там дома, у них там свой отдельный кабинетик, тепло, сухо, комфортно, чай, кофе, они работают с удовольствием, никто не бухтит и не говорит, что ты не приносишь денег домой. То есть такой вот момент. Ну а дальше, если идет пруха, если можно заработать, если начинаешь читать новости, увлекаться этим, то это вообще не проблема, и можно заработать деньги. У меня тоже как бы в планах в будущем, поскольку я уже знаю, как работать, есть желание ввести крупную сумму денег и именно с ней работать, потому что я знаю, что я не прогорю, и мне не будет стыдно в первую очередь перед самим собой. Да, потому что у меня есть стратегия, она рабочая, и можно работать, есть инструменты, пожалуйста, можно зарабатывать деньги. Это что касается людей, не слушайте вот этих вот нытиков, пока сам не попробуешь, предварительно оснастив себя и впитав какие-то знания, почитав, посмотрев, как это делают люди. У Финмакса есть классная возможность. Я, кстати, ссылки оставлю под этим видео на брокеров. То есть можете зайти, зарегистрироваться, там обязательно посмотреть. Финмакс вообще просто шедевральный брокер. Во-первых, вам звонят, вы общаетесь с реальными людьми, вы интересны им даже с вашим демо-счетом, они звонят вам, что-то подсказывают, вам постоянно приходит рассылка по электронной почте, вебинары в режиме онлайн. Специалисты Финмакс в режиме онлайн выходят на торги, работают, показывают, очень многие люди повторяют за ними их движения, назовем их так, и, соответственно, зарабатывают. Человек в прямом эфире рассказывает брокер о том, что вот почему, как он входит в сделку, и 350 раз от вебинара к вебинару это все разжевывается, и надо быть просто полным дебилом для того, чтобы не понять, как это работает. И ты действительно реально понимаешь, насколько все это интересно, не всегда просто, но захватывающее, нужно подумать, прежде чем что-то сделать. Ну, деньги заработать реально, то есть вообще не проблема, там на пиво килограмм картошки, потом на сервис жене, на мебель, на машину, на квартиру, то есть это вообще не проблема. Главное понять, с какой суммой вы заходите. Понятное дело, что у любой конторе, интересно, если вы зайдете даже с 15 долларами, найдутся такие люди, которые эти 15 долларов сольют в один день. А есть другие, например, брокеры, которые присылают статистику по лучшим трейдерам, я вот не помню, кто присылала статистика, там, допустим, было написано, лучшим брокером прошлой недели стал там Вася Пупкин, он зашел с 10 долларами, прошла неделя, и сегодня он уже сверх, еще заработал там 70 или 80 долларов. То есть человек нашел свою стратегию, отработал ее на дымо-счете, и погнал косить бабло, увеличивать свой банк, и потом отталкиваясь от него, работать просто, это все будет наращиваться, накручиваться, как снежный ком, и человек будет зарабатывать деньги. Если говорить по брокерам, по терминалам это очень важно. У Олимпа достаточно хороший терминал, он очень быстро грузится, очень быстро работает. Работаем по трейдинг-фьюз, смотрим на свечи трейдинг-фьюз, но заходим и работаем, например, в терминале какого-то брокера. С чем это связано? Опять же, повторюсь, связано это с тем, что в трейдинг-фьюз располагает огромным количеством инструментов, которые здесь есть. Мы заходим сюда в инструменты, вот в аналитику, все графики, ленты Боллинджера, Фибоначчи, сетка Фибоначчи, это все можно натянуть, все можно накинуть, куча инструментов, куча инструментов, которые публикуют сами люди, и стратегии вот с такими значками, это вот стратегии, которые пишут сами программисты, публикуют, выкладывают их сюда. По этим стратегиям очень легко определиться. Есть, допустим, люди торгуют там на суточном графике, они смотрят, где идет переворот тренда, прикидывают, сколько этот тренд будет там опускаться, либо расти, и входят уже с деньгами в сделку, там на 3, на 4, на 5 часов, и зарабатывают на этом деньги. Вот, поэтому, как бы, если по терминалам, и по отношению, вот, Олимп, Трейд и Бинома, никто вам звонить не будет, никакие консультанты вам звонить не будут, и письма писать не будут, ну, нормальный, абсолютно терминал, у Олимпа очень быстрый терминал, у Бинома, немножечко, наверное, такой тормознутый, все зависит от вашего компьютера, если у вас открыт Трейдинг Фью, там постоянно идет, высасывает трафик вашего интернета, тот же самый, Олимп терминал потребляет трафик, и тот же самый, например, Трейдинг Фью, он тоже потребляет трафик, потому что каждую долю секунды, вот эти вот скачки, свечи, меняются, то есть для того, чтобы синхронно у вас работал и терминал брокера, и Трейдинг Фью, нужно, чтобы, ну, был нормальный компьютер, порядочный, с хорошей оперативкой, просто не будет рассинхрона по времени, и вы видите, допустим, что там свеча заканчивается 5-ая минута, осталось там 10-15 секунд, вы зашли в Олимп, у вас здесь уже заранее выставлено время экспирации, допустим, 5-ти минутка, если я работаю, у меня, допустим, здесь выставлено 5 минут график, я захожу сюда, у меня здесь выставлено 5 минут, я захожу в сделку там с 10-ю долларами, и я уже решаю, выше или ниже мне сработать, я вижу, допустим, что здесь зеленая свеча была, следующая будет красная, ну, я захожу 10 долларов вниз, сделку заключил, и все классно, и сижу, жду, хоть в терминале на Олимпе, хоть в Трейдинг Фью, есть люди жалуются о том, что неправильные данные, вот там вот зашел, хотел, думал, что будет зеленая свеча, а потом данные отрисовались, непонятно что, ну, всегда можно взять, зайти в историю своих сделок в любом терминале, и посмотреть здесь, сразу на Трейдинг Фью, где закрылась свеча, просто сверить эти данные, и сейчас никого не обманешь, поэтому эти данные должны совпадать, если они не совпадают, вы просто пишите в техподдержку, вопрос решается, там извиняются, и расплываются в реверансе, возможно, был какой-то технический сбой, потому что, ну, понятно, это все программное обеспечение, и от этого никуда не деться, вот, то есть, вот по терминалам, Олимп, на втором месте, Бинома, ну, и на первом месте, Финмакс, приятные терминалы, Финмакс, вам звонят консультанты, они вам помогают, подсказывают, они предоставляют вам возможность поработать вместе с профессионалами, у которых на счетах, там, сотни тысяч долларов, это реальные счета, и они вместе, вы вместе с ними можете поработать, поторговать в онлайне, если вы становитесь владельцем не демо-счета, а вполне реального счета, то вы можете рассчитывать на персональный консультант, консультации, на обучение в прямом эфире, то ли по скайпу, то ли какие-то вопросы задавать по телефону, то есть, вам уделяется масса внимания, вместе с вами торгуют специалисты, то есть, это супер-мега круто, они молодцы, и всегда под контролем, поэтому Финмакс, большой привет, вы самые лучшие, ну вот такие вот, не ведитесь на вот эти вот стратегии, там, которые в ютубе выкладывают, какие-нибудь красивые девочки, с грудью четвертого размера, вот, моя стратегия непобедимая, они там на 10 секундном, или на 15 секундном графике, там, шпарят по Мартингейлу, вот, сейчас была красная свеча, вот, увеличиваем по Мартингейлу, потом будет зеленая, там, еще, 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 ребят, ну, классно записали ролик, все супер, но понимаете, что свечей таких, может быть, зеленых, а вы 12, а вы все ждете, сидите, когда будет красная свеча, и 12 раз по Мартингейлу, елки-палки, даже какой бюджет надо иметь, для того, чтобы заходить в сделку, ну, есть моменты попроще, как я уже рассказывал, в прошлом ролике, вот, я работаю с тремя инструментами, вот, если рисуется график, японские свечи, я накидываю ленты Боллинджера, или полосы Боллинджера, они называются, здесь мы видим четкие их границы, кроме этого, я включаю инструмент, видап, FX-снайпер, который тоже здесь есть, в инструментах добавляется, и кроме этого, еще накидываю сеточку Фибоначчи, вот, например, видап, FX-снайпер, я зашел сюда, видап, FX-снайпер у меня высветился, сейчас он отфильтруется, вот, третья стратегия, вот, стратегия, без всяких копий, без ничего, 2907 лайков, то есть, люди, которые работают, и сидят в TradingView, ставят лайки стратегия, ну, извините меня, 2907 лайков, это значит, что стратегия реально работает, и она классная, и ей люди пользуются, вот, вы зашли в эту стратегию, вы кликаете на нее, и эта стратегия набрасывает вам, вот, такое вот дополнение графику, еще точки входа, точки входа, ищут все трейдеры, они надеются найти точку входа, для того, чтобы войти в сделку, потому что точка входа, это тот момент, когда свеча будет меняться на противоположную, ленты Боллинджера, они нам дают еще больше уверенности, для того, чтобы войти в сделку, то есть, как видите, здесь, здесь у нас, была пробита лента, волна, волны Боллинджера, они, что называются, лентами Боллинджера, здесь было пробитие, здесь мы пересекли, вот, точки входа, вот эти вот черные горизонтальные линии, это и есть, VDAP FX Sniper, он просто подсматривает, где были пересечения, и изменения, одной свечи, на другую, на противоположную, и выводит, вот эти вот черные линии, чем длиннее линия черная, тем лучше, значит, здесь, очень хорошие точки входа, когда вот такие вот, рисуются на графике, появляются, вот такие вот, просто маленькие, просто вот такие вот, маленькие, малюпусенькие, вот такие линии, это значит, что не четкие, не явные точки входа, и ловить там нечего, нужно присматривать, вот за этими, такими вот, длинными, длинными, красивыми, протяжными, горизонтальными, черными линиями, кроме того, что я, допустим, пользуюсь лентами Боллинджера, кроме того, что я еще подкидываю, VDAP FX Sniper, который, но он реально работает, я еще растягиваю, сеточку Фибоначчи, сеточка Фибоначчи, она, в принципе, повторяет все эти точки входа, потому что, ну, сетка Фибоначчи, она основана на значениях золотого сечения, там пропорции, все это можно прочитать в интернете, об этом очень много рассказывается, чего, и практически повторяет точки входа, то есть, для меня это еще третий дополнительный аргумент для входа в сделку, у меня пробиты волны Боллинджера, ленты Боллинджера границы, у меня пересекает свеча, вот эти вот точки входа, и плюс у меня еще вот 0,5 линия, сеточки Фибоначчи, она опять же пробита свечой, это говорит о чем? Это говорит о том, что сделка с высокой долей вероятности, ну, здесь нельзя сказать в процентах, потому что это риск, это рынок, рынок в любой момент может сыграть, так как там проходят торги, и какие-то новости выходят, ну, то есть, с высокой долей вероятности, можно сказать, что свеча из зеленой превратится в красную, начнет отрабатывать, есть куча различных инструментов, там, Иросай, перекупленность, перепроданность, ну, в принципе, все эти, все вот эти вот инструменты, они, в принципе, я так понимаю, я так думаю, что в каких-то, вот, и присутствуют, и в волнах, лентах Боллинджера, то есть, они каким-то косвенным образом влияют на это все, и какие-то инструменты основываются на других, то есть, ничего, как бы, в этом страшного нет, для того, чтобы почувствовать в себе уверенность, нужно просто поработать с демо-счетами, когда уже появится какая-то уверенность, в принципе, ну, есть люди, которые несколько месяцев сидят на демо-счетах, и потом никак не решаются ввести деньги, есть люди, которые на демо-счетах работают день, два, три, у них все хорошо получается, и они вводят реальные деньги, и точно так же работают, демо-счета в нормальных терминалах, у нормальных брокеров, они работают точно так же, как и реальные счета, просто, что вы не вводите реальные деньги, а так все те же самые данные поступают, и вообще проблем нет, с этим никаких, Поэтому не слушайте нытиков, которые рассказывают о том, что я в дымо-счете работал, у меня все было классно, а когда я ввел деньги, я их все слил. Да потому что ты вводишь деньги, начинаешь борзеть, у тебя один-два раза получилось, ты теряешь бдительность, и я по себе знаю, ты теряешь бдительность и начинаешь страдать всякой фигней. Начинаешь нарушать правила своей же собственной стратегии, если у тебя получается, то ты считаешь, что ты вообще бессмертный и сейчас тебе повалит бабло. Да нифига, надо держать себя просто в руках, и все будет получаться. Вот есть четкая стратегия, не работай, вот здесь вот в канале, в середине канала не работай, потому что ты не знаешь, какая свеча будет следующая, как она отрисуется. Да, можно вот имея VDAP FX снайпер, можно по точкам входа предположить, какие будут изменения. Не на первую, допустим, свечу на переворот ее зайти, на второй ты отработаешь, да, все классно. Но при пробитии Bollinger у тебя вероятности увеличиваются, и плюс ты еще видишь, что здесь у тебя и Fibonacci будет пересекаться, то вообще классно. Вообще ты понимаешь, что ты заработаешь деньги, и будет все класс. Поэтому в середине канала, вот этот плоский канал Flat, ну есть, существуют большие риски, когда идет пробитие Bollinger, хотя оно пробитие-пробитие рознь, вот видите. Нужно смотреть, когда вот такое вот выходит пробитие из конкретного флета, вот такой вот затяжной момент, и здесь плавно свечи вырываются из канала. Да, здесь можно работать, здесь можно хорошо отработаться. А здесь, когда у тебя рисуется вот такой вот сумасшедший хвост у этой свечи, но ты понимаешь, что дело-то не в свече, а дело в новости, которая вышла в это время. Очень часто такие свечи космические рисуются непосредственно в момент выхода каких-то новостей. Там публикуются новости, там публикуют, допустим, правительство США, там данные количества занятого населения в аграрном секторе, либо еще в каком-то. И это, соответственно, сказывается все на курсах, на стоимости валюты, и вырисовываются такие свечи. Ну и здесь хорошо, да, там свеча бах, стрельнула, один, два, три, на четвертую ты отработал, ты закрылся в плюсах. Это хорошо. Бывает, таких свечей рисуются по 12, по 10, по 9 штук. Ну и что с этим делать? Сливать банк, ну зачем, кому это нужно? Вот плюс VDAP FX Sniper, он у нас показывает здесь изменение тренда конкретное. То есть, допустим, тренд будет там у нас растущий, мы это видим, вот он у нас все равно продолжает там тренд расти. То есть, вверх, вверх, вверх. Соответственно, красные стрелки, селл будут стоять, пойдет тренд вниз. Ко всему просто нужно подходить с умом, не нужно горячиться. Да, я могу вам сказать, что заработать можно, я же вам говорю, что с 15 долларов раскачегаривал там счет и все такое прочее. Потом сливался и сливался по той простой причине, что есть отработанная стратегия, а начал просто в реальном счете какие-то другие моменты отрабатывать. Суммы там, пускай там были небольшие, там 100, 200, 300 долларов. Начал отрабатывать какие-то другие стратегии, но они не сработали, поэтому и слился. Но вот эта стратегия с вадап и фикс снайпером, с этими черными полосками, с этими черными линиями, которые практически совпадают с линиями Фибоначчи, она работает. Можно зарабатывать деньги, вы видели там 2900 лайков, ну для того количества трейдеров, которые в принципе существуют. Это очень хороший показатель, не три человека поставили лайки. Поэтому можно работать, можно вводить деньги, можно не бояться. Я под этим видео оставлю ссылки на Олимптрейд, на Бинома и на Финмакс. Можете заходить, регистрироваться, зарабатывать деньги, есть демо-счета. Попробуйте. Ну демо-счет, он как бы по большому счету приурочен к чему? Он нужен вам для того, чтобы вы просто пристрелялись к терминалу. Вы пристреливаетесь к терминалу, вы параллельно работаете в трейдинг-вью, смотрите здесь идет время, допустим, 5-минутная свеча, время заканчивается, там остается 10 секунд. Вы спокойно переходите в свой терминал, время экспирации у вас уже к этому моменту должно быть выставлено, сумма выставлена. Вы только выбираете выше или ниже и все. И на том же самом трейдинг-вью ждете, как там будет вести себя свеча. Видите, что свеча закрывается не в том направлении сделка, в котором вам нужно. Вы заблаговременно. Я, например, вообще делал так, я вижу, что там свеча там скачет, есть вероятность того, что сделка не выгорит. Я заранее захожу сюда, в терминал, выставляю, допустим, увеличиваю там с 10 до 25 долларов и время экспирации у меня тоже. Смотрю по трейдинг-вью, подходит время, остается там 5-10 секунд до завершения. Я понимаю, что уже свеча вот такая вот она огромная, допустим, зеленая, в красную она не превратится. Я в следующую свечу, я в следующую сделку захожу, опять же, также на понижение и смотрю, наблюдаю, как следующая свеча уже вырисовывается красная. Очень редко в исключительных случаях бывает такое, что там в последнюю секунду свеча меняется как-то и все. Если чем-то шокирован, если шокирована, если вы чем-то шокированы и не можете себя взять в руки, нервничать или еще что-то, просто остановитесь, не входите в сделку на второй, на третьей свече. Просто понаблюдайте, как это все идет, либо выберите другую пару просто и найдите себе точки входа. Не обязательно сидеть на одном графике. Здесь, слава богу, у нас можно выбрать, вот здесь добавляем, допустим, можно выбрать другую пару USD, CHF, например, выберем там доллар, швейцарский франк. Выбираем его и, допустим, работаем по другой паре. Ну, то есть, как бы проблем с этим вообще никаких нет. Если не фартануло, не пошло, не получается, либо какой-то дебильный график некрасивый, либо еще что-то, то, ну, это вот опять же, здесь есть в TradingView, есть разные поставщики информации. Вот эти вот огромные дебильные хвосты мы сейчас удалим и опять зайдем в USD, CHF, но уже другой поставщик. Допустим, вот мы выберем вот здесь, смотрите, раз, оп, здесь будут другие хвосты сейчас в свечах. Вот, видите, совершенно другие свечи, они уже более такие понятные, нет вот таких вот сумасшедших хвостов, которые там ведут вас в заблуждение. И все, то есть, вы проверяете еще там поставщика данных, которые вам передает, какие Форекс, наверное, Форекс-брокеры, какие-то крупные поставляют информацию или какие-то биржи. Ну, то есть, в любом случае, если видите вот такие вот сумасшедшие хвосты, вы просто выберите здесь, введите тот же самый USD, CHF и просто, допустим, кликните не на первый выпавший в списке пару, а на следующую, там будут другие данные поставляться другим поставщиком, и вы получите вот такие вот нормальные, вполне вот обоваримые свечи. Вот здесь вот, видите, была точка входа, да, и пошла вот красная, например, свеча. Пошла зеленая свеча, ждем красную, да. Ну, не закрылась вот эта красная, она отработала зеленая, но зато в следующем мы прекрасно зашли и закрылись, и заработали какой-то там 5-10-20%. Ну, вот видите, пробивает Боллинджера красная, пробила Боллинджера красная. Ну, вот в такие вот свечи, вот слабенькие касания Боллинджера я не захожу. Вот конкретное пробитие, и обращайте внимание на большие хвосты. Вот хороший хвост, пробитый Боллинджер, и я уверен, здесь есть в этом графике. Вот еще точка входа была. Вот была точка входа, не первая, вторая, не первая, так вторая свеча закроется, вы все равно уйдете с деньгами, вы не останетесь с дыркой в кармане и с дыркой от бублика. Поэтому, видите, все наглядно, все видно, и я бы работал точно так же, как эти свечи. Первая, там вторая, в третьей сделке, вот это получается вторая, а не третья сделка. В третьей сделке закрылся бы в плюсах в любом случае, и был бы доволен, все было бы нормально, дальше бы стало ждать момента, когда будет пробитие Боллинджера. Ну, здесь опять же, рискованно было заходить, плюс такие свечечки начали маленькие отрисовываться. Хотя, вот была точка входа. Вот здесь мы видим, у нас рисуется, смотрите какая, вот какая здесь большая линия. Это значит, что там было очень большое количество точек входа. То есть, соответственно, вот эта свеча, вот эта свеча и была той свечой, после которой можно было работать под зеленую свечу спокойно. То есть, все наглядно, все понятно, никаких истерик. Вот это были новости, это вам 100% говорю. Вот эти вот красные сумасшедшие свечи, это были новости. Это было как раз там сколько, какое-то время, наверное, сколько там, 12 часов. Ну, вот новости, да, дневные какие-то вышли, поперли эти свечи, надо было просто взять, сжать яйца в кулак и подождать там одну-две свечи. И вы видите, что вот пошло пробитие раз, пробитие было два, пробитие три и потом четвертое пробитие уже хорошо отрисовалось. Если вы особо азартный игрок, конкретно игрок, то вы бы могли бы зайти в сделку, вот эта свеча пробила, вы бы зашли в сделку первую, вторую, но на третью вы бы по-любому бы заработали. То есть, ничего, не надо быть там семь пядей во лбу, избегайте вот этого вот мельчения такого. Когда нормального размера, среднего, либо большие свечи, можно заходить в сделку, работать, вообще никаких проблем, то есть, все реально. Ладно, пол второго ночи я, в принципе, немножечко с вами поговорил, рассказал вам, что как делать. Я пошел выкладывать этот ролик на YouTube. Подписывайтесь на мой канал, я что предлагаю сделать. Я для ознакомления, наверное, буду выкладывать работу торги в разных терминалах. Покажу, наверное, работу в Олимпе, в Биномо. Параллельно буду работать здесь в TradingView, смотреть на свечи, но заходить в сделки, соответственно, буду в терминале. В Финмаксе поработаю, вы поймете, о чем я говорю, как это все работает. И уже тогда будете делать для себя выводы. Если этот процесс у меня затянется, все ссылки будут под видео, заходите, регистрируйтесь, работайте. Вам обязательно улыбнется удача, пользуйтесь моей стратегией VDAP FX Sniper. Урок будет в плейлисте по бинарным опционам. Вы увидите, насколько это все просто, насколько это все понятно и реально можно заработать деньги. Поэтому заходите, регистрируйтесь. Могу вам пожелать только удачи и кучу свободного времени для того, чтобы зарабатывать деньги и наличие кошельков, чтобы их выводить. На этом пока все. Читайте, подписывайтесь. Для вас был Александр, блог Македа.Про с небольшим отступлением по возможности заработать деньги на финансовых рынках и на бинарных опционах. Подписывайтесь, читайте, смотрите. Удачи вам, всего хорошего вам, вашим близким. Всем пока.